Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Общеобразовательная школа в селе Чапаевское будет капитально отремонтирована и объединена с новым спорткомплексом. Помощь регионам продолжается. Гуманитарный груз отправлен в Белгородскую область. Организатором выступил единый штаб. 25 дворовых территорий Черкеска благоустроят в этом году, но есть объекты прошлых лет, которые до сих пор не доведены до нормативного состояния. Более 10 тысяч человек собрал семейный фестиваль хитсунов. Гостям предоставили бесплатные подарки и вкусные сюрпризы. Сегодня полпред Юрий Чайка провел прием в режиме ВКС. Жительница села Чапаевская Алла Хабыртова поинтересовалась сроками капитального ремонта сельской общеобразовательной школы имени Исмаила Хачирова. Глава Республики Рашид Семрезов прокомментировал Юрию Чайку о том, что капремонт школы уже включен в программу развития образования на 2024-2025 годы. Полный капремонт школы будет завершен в 2025 году. Как отметил руководитель региона, принято решение объединить школу и новый спорткомплекс в Чапаевском единым общественным пространством. Рашид Семрезов и председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Анатолий Песенников подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологии искусственного интеллекта. Сегодня для нас важную роль играет современное внедрение элементов технологического развития в сферах транспорта, строительства, защиты окружающей среды и здравоохранения. Между правительством региона и Сбербанком имеется положительный опыт взаимодействия в сфере внедрения цифровых технологий в целях обеспечения комфортной жизни населения. Мы намерены продолжить конструктивное сотрудничество, отметил Рашид Семрезов. Из Карачаевой Черкесии отправлена очередная партия гуманитарного груза. Организатором сборе и отправке помощи выступил единый штаб для поддержки военнослужащих и их семей при главе Карачаевой Черкесии. Груз удалось собрать и отправить благодаря задействию сенатора от Карачаевой Черкесии Ахмата Салпагарова и депутата Городской думы Черкесии Султана Узденовой при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». В состав гуманитарной помощи вошла питьевая вода, тушенка, крупы, чай и сладости. Состав груза был сформирован после мониторинга потребностей региона. Данная помощь ведется в рамках работы, которую мы проводим по поручению главы нашей республики Рашида Бориспича Тимрезова. Мы на постоянной основе уже изучаем те потребности, которые есть и у жителей наших новых регионов, и уже в данном случае в Белгородской области сформировали продукты питания, отправили более 650 тонн гуманитарной помощи. Печальная весть. Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Мария Хутова. Слова соболезнования семье выражает глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Меньше двух месяцев оставалась до 100-летнего юбилея Марии Ивановны. Хрупкая и в то же время мужественная девушка в годы Великой Отечественной войны воевала на Курской дуге. Была командиром отряда радистов, удостоена множества наград за неоценимый вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, медали за отвагу, за победу над Германией и другие. В мирное время работала в Учжигуте на заводе Джиби бухгалтером. Прожив достойную жизнь, за последнего дня она была окружена любовью, заботой близких. Горько терять людей героического поколения, спасших мир от нацизма и подаривших нам будущее. Светлая память Марии Ивановне, вечная слава ее подвигу, говорится в соболезновании главы республики. Национальным проектом «Жилье и городская среда» в текущем году предусмотрено благоустройство 25 дворовых территорий региональной столицы. Впрочем, в Черкесске есть и объекты прошлых лет, которые до сих пор не доведены до нормативного состояния. На одном из них с гражданами встретился корреспондент Артур Мхце. Согласно программе благоустройства, этот двор по улице Международной 85 Черкесски должны были капитально отремонтировать в 2021 году. Три подрядчика, засучив рукава, взялись, каждый за свою часть. Один укладывал тротуарную плитку и дорожное полотно, второй устанавливал спортивную площадку, третий обустраивал детскую игровую зону. В какой-то момент все организации, якобы завершив реализацию проекта, свернули здесь бурную деятельность. При этом некоторые пожелания от жителей так и не были учтены. Вот у тротуаров. Пятачки есть? Входы во двор. В том-то и дело, что это нам не показали. Не надо. Мы этого плана не видели. Это уже потом. Я увидела план, знаете, когда начали делать. Я смотрю, у них план лежит. Дайте сфотографию. Вот у меня на телефоне есть он. До недавнего времени игра в детской зоне посреди гальки не сулила малышам и их родителям ничего хорошего. Да и карусели с горкой были установлены скорее для количества. А спортивная площадка больше напоминала полигон. Круглые сферы напарывались на штыки и лопались одна за другой. Кроме того, нет ни ворот, ни колец. Как нет во дворе ни одного тротуара, из-за чего дети и взрослые рискуют в любой момент оказаться под колёсами проезжающих автомобилей. У нас проблема сквозного проезда машин. У нас носятся машины таксу по-сумасшедшему. Они заезжают с международной, выезжают на Гагарина и в обратном направлении. Очень с большой скоростью. Уже несколько раз дети. Благо, что ещё никто не попал. Как нам говорят, ну у вас же ничего ещё не случилось. А что мы ждём, чтобы кого-то сбили? Тогда же нам сделают. Жители, обеспокоенные высокой вероятностью остаться с недоделанным двором, неоднократно обращались за помощью к властям. В какие-то моменты благоустройство вроде бы двигалось с мёртвой точки. Вот только до полного соответствия выполненных работ с утверждённым горожанами проектом ещё далеко. То со стройматериалами возникают проблемы, то с подрядчиками. Один из них даже угодил в реестр недобросовестных и больше не сможет трудиться на территории Карачаева-Черкесии. В рамках благоустройства мы выполнили работы по устройству резинового травмовизопасного покрытия. Следующий этап у нас обновление МАФов. Уже заказаны все качалки-балансиры. Сопутствующие элементы для крутилки качалки тоже заказаны. Установка лавочек у нас здесь предусмотрена. Приведём в соответствии освещение. Также проведём текущий ремонт спортивной площадки в части ограждения. В ближайшее время специалисты мэрии обратятся в обслуживающую данный двор управляющую организацию, чтобы та изыскала средства для установки футбольных ворот и баскетбольных колец. Весь заявленный ранее перечень проектных задумок планируется завершить к середине июля. Осталось не так много времени, чтобы выяснить, насколько обоснованной была вера мэрии Черкеска как заказчика в оперативность и качество работы подрядных организаций. Артур Махцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Черкесской Республики по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Данную информацию прокомментировали в Следственном комитете Карачаева-Черкесской Республики. По данным следствия, в течение последних нескольких лет, вплоть до апреля 2023 года, лица и числа руководства местной коммерческой организации оказывали населению платные услуги по перевозке пассажиров на неисправных канатных дорогах, расположенных в поселке Дамбай Карачаевского района, чем создали реальную грузу безопасности их жизни и здоровья. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц причастных к им. 300 килограммов плова для гостей семейного фестиваля Хитсунов Курман Фэмили Фест. Благотворительный праздник организован в честь Курман Байрам. Мероприятие проходило на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» города Черкеска. Организатором выступила компания Хитсунов при поддержке Министерства туризма и Минспорта Республики. Альбина Ламкова продолжит тему. Грандиозный семейный фестиваль Хитсунов Курман Фэмили Фест подготовил для 10 тысяч гостей праздника 4 тематические зоны. Насыщенная программа радовала участников мероприятия до самого вечера. Бесплатные подарки и вкусные сюрпризы. Благотворительное событие проводится во второй раз. Карачаево-Черкесская республика является для нас особенно ценной, особенно родной и любимой. Поэтому с этого региона мы и начали. Развитие этих фестивалей и хотим их распространить на территории всех республик, на территории, дай бог, даже всей страны. Я сама мама двоих детей, двоих мальчишек и прекрасно понимаю, как быстро летит время. И очень важно все эти моменты в полной мере вкушать, в полной мере проживать. И поэтому мы хотим этим делиться и популяризировать это в нашем обществе, среди нашего народа. В прошлом году фестиваль получил небывалый отклик среди гостей, собрав тысячи положительных отзывов. Самой вкусной зоной стал фудкорт. На ней можно было попробовать праздничные блюда и принять участие в кулинарном мастер-классе дегустации. Для каждого возраста программа фестиваля была продумана до мелочей. От диалогов на английском языке до зон для рисования. Мне нравится, как тут рисуют, как развлекают. Тут все прикольное. Бравличное настроение, спасибо. Спортивная зона заинтересовала подростков и мужчин. Программа подготовлена в сотрудничестве с Министерством физической культуры и спорта. Спасибо бренду «Фицунов», который собрал всех, объединил. И благодаря ним мы смогли провести такое мероприятие. Красивое, значимое, яркое. В дальнейшем будем сотрудничать. Бренд «Фицунов» не просто лидирующий в регионе производитель качественной халяльной мясной продукции. Это активно развивающаяся компания с особыми ценностями и принципами. И благодаря проведенному фестивалю все его гости могли познакомиться с ними поближе и прочувствовали радость значимого праздника Курбан-Байрам. Событие подарило всем добрые и яркие воспоминания. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Корчаево, Черкесия. Студенческий народный ансамбль «Качагу» имени Умара Алиева «Шохлух» стал победителем 31-го всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в номинации «Танцевальная», который проходил в Перми. Танцоры порадовали пермского зрителя, представив грузинский танец «Картули». О деятельности студенческого ансамбля и о том, куда молодые танцоры уже готовятся к выступлению, узнавал Алихан Лепшоков. Каждый элемент танца оттачивается до полного совершенства. Художественный руководитель студенческого ансамбля «Качагу» и «Шохлух» «Дружба» Султан Хасимиков с особым вниманием следит за правильным исполнением танца. Совсем недавно участники ансамбля Ибрагим Тохчуков и Малика Кипкеева стали победителем на 31-м всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в номинации «Танцевальная», который проходил в Перми. Выступление виртуозных танцоров сорвало бурные овации и было ценено жюри в высшем баллах. Нам было приятно, что наше выступление так тепло встретили. И это было заметно, когда нас все поддерживали аплодисментами, отмечает победитель фестиваля «Студ весны». «Было сложно, но нам удалось по итогу получить внимание зрителей, жюри. Танец был непростой для нас обоих. Ну и получилось так, что первая наша победа – это этим танцам. До этого брали другие мальчики, девочки, которые здесь тоже танцевали. Ну и после них мы, получается». Участие во Всероссийском фестивале «Студенческая весна» – это большая честь для каждого студента, особенно для тех, кто занимается творческой какой-то деятельностью. И когда мы узнали, что наш танец будет представлять нашу республику на таком масштабном мероприятии, была большая радость. Но вместе с тем ты ощущаешь и большой груз ответственности, которая на тебе лежит, потому что ты представляешь не только себя, ты представляешь свою республику, свой университет. Ребята заслужили эту победу благодаря хорошей подготовке и долгим репетициям. «Мы не собираемся останавливаться, будем готовиться к новым конкурсам и фестивалям», отмечает художественный руководитель студенческого ансамбля КЧГУ «Шохлох-дружба» Султан Хасимиков. «Поехали, выступили хорошо, они знали, куда едут, зачем едут. Конечно, у нас республика маленькая, там такие были коллективы, московские, ленинградские, самарские, казанские, такие вот мощные коллективы. Но мы по сольным танцам заняли первое место, стали лауреатами». Сейчас ансамбль готовится к новым фестивалям и конкурсам. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Это все новости на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение Вести «Все как у людей». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова